Челябинск 69-й, 64-й Там по разным документам Сколько по документам раз ремонты были с тех пор? Много А порывы за последние 10 лет сколько было? Тоже десятками Участками Потому что габарит невозможно Общая протяженность Больше километров 280 То есть практически от Дзержинского И переходим к Гончаренко Там еще метров 200 Для нас это принципиальный объект Почему? Потому что половина Ленинского района Захватывает он в части канализационных стоков И сейчас это часть аварий, которая происходит На других сетях Именно потому что Этот коллектор выведен сейчас Из эксплуатации на вот это время Этот участок коллектора Поэтому возникает Дополнительная нагрузка На другие сети И в силу того, что сети Начало 60-х, середина 60-х годов Поэтому происходят порывы на сетях Изначально коллектор на Барбюса Куда стекают стоки Из половины домов Ленинского района Планировали запустить осенью Но Наталья Котова потребовала Мобилизовать все ресурсы И оперативно ввести его в работу Пока не сделаем этот коллектор У нас будут рвать остальные коллектора Потому что нагрузка возросла на те Поэтому вся надежда на вас Чтобы вы максимально быстро закончили Здесь еще сейчас нам погода в кавычках помогает Идут осадки Которые подмывают Те, будем говорить, оставшиеся трубы Которые есть на тех сетях На тех коллекторах Которые работают И от этого складываются те И вот этот процесс Пока мы не закончим этот Мы его, скорее всего, будет сложно остановить Старые трубы Из-за которых случались регулярные прорывы Были изношены практически на 100% На ремонт сетей длиной более километра Потратили 132 миллиона рублей Новая жизнь ждет не только Систему водоотведения К грядущему отопительному сезону От капиталя теплотрассу на улице Гагарина Коммуникациям давно пришла труба Потопы на участке уже стали притчей в языцах Ведь сети здесь не меняли 60 лет Мы отключаем только в самом начале Когда отключаем основную сеть И в конце, когда уже включаем основную сеть По графику мы здесь, я думаю, уложимся Точно так же у нас где-то числа 8-10 сентября Мы закончим уже в железе Сделаем переврезки И 15-20 сентября, ну в зависимости от погодных условий Уже сделаем благоустройство Уйдем с этого объекта Так же здесь трубы все у нас Заводской готовности 10 лет гарантии Срок эксплуатации 30 лет Самое главное, что да, вот вы как бы заметили Что есть проблема с подтоплением И грунтовыми водами, и водопроводом Здесь эти трубы не боятся подтопления То есть стальная труба изолирована Поэтому от внешней коррозии она подвергаться не будет Еще одно проблемное место на улице Горького Здесь переложат около 300 метров теплотрассы Уже завершили самый сложный участок Возле трамвайных путей На время работ коммунальщики постарались Минимизировать неудобства В прошлом году даже был такой активный резонанс в СМИ Когда мы делали работы на Свердловском проспекте Возле автомобильного училища Нас пытались, скажем так, пожурить Что мы старые подземные трассы демонтировали А уложили сверху некрасивые В такой желтой изоляции трассы И жители опасались, что эти трассы останутся навсегда На самом деле эти трассы временного теплоснабжения Они нужны ровно для того, чтобы на период выполнения работ Обеспечить людей горячей водой Так как эти работы довольно длительные Протяженность, например, этого участка 310 метров И работы выполняются поэтапно Вот первый этап у нас самый ответственный сегодня завершается Это переход через улицу Горького Мы этот этап прошли И дальше начнется этап как в одну сторону И так в другую сторону вдоль улицы Горького Поэтому мероприятие по времени продолжительное Чтобы наши потребители, наши жители были с горячей водой И монтируются трассы временного теплоснабжения Естественно, на период монтажа этих трасс временного теплоснабжения Но это буквально в течение одного дня Мы вынуждены отключать горячую воду И когда основная сеть будет уже смонтирована Чтобы включить ее в работу Тоже нужно будет отключить горячую воду Но это также будет в пределах светового дня И это более комфортно, более удобно Более, скажем так, правильно в отношении наших потребителей Ремонт теплосетей идет во всех районах Челябинска После окончания работ горожане смогут забыть про прорывы И аварийные отключения на ближайшие 30 лет По протяженности по городу меняется 5,7 километра сетей Компания Устек Челябинс Работы все ведутся в графике Переключение и отключение от горячей воды Бывает только на один день фактически На период врезки Меняются частями все материалы новые То есть трубы укладываются предизолированные То есть это полностью изолировано от грунтовых вод Потому что Ленинский район это у нас район, в котором действительно грунтовые воды лежат очень близко И для того, чтобы сейчас сделать даже прокладку новых сетей Несколько дней подрядчики откачивают сначала воду Потом уже устанавливают именно новые предизолированные трубы В этом году масштабная реконструкция коснется и других важных объектов Обновят водовод юго-западной котельной А также капитально отремонтируют котельную на ЧМЗ Актуально для Челябинска Модернизация пойдет на пользу местной экологии Мы приняли решение, разработали проект и все меняем То есть это будет по сути только старые стены, а остальное все новое Это вот этот такой знаковый для нас проект В том числе для проблемной зоны Югметаллургического района Потом у нас важные два проекта У нас две котельные северо-западные и юго-западные На резервном топливе мазут работает То есть это большие запасы мазута, их нужно постоянно греть Это не очень хорошо для экологии Мы вот в этом году реализуем проект Я думаю, что к концу лета сделаем Переведем обе котельные на резервное топливо-газ Это нам позволит избавиться от этого мазутного хозяйства Это и повышение эффективности, и повышение экологичности самое главное И третий проект, это мы меняем сетевые насосы на северо-западные котельные У нас мы вообще планировали эти насосы поменять еще в конце 23-го года Но у нас были запланированы, это большие насосы Были запланированы насосы европейского производства Еще когда был проект сделан В связи с этой ситуацией нам пришлось перепроектировать Сейчас большие китайские промышленные насосы мы ставим И это мероприятие в том числе мы делаем под перспективную нагрузку кампуса Масштабные ремонтные работы кипят и на улице Болейка Здесь идет полная замена теплотрассы Капитальный ремонт прогнившие трубы не видели 30 лет А за последние 10 лет на участке произошло как минимум 12 крупных повреждений Утонение стенки уже составляет больше 20% Поэтому нашими специалистами было принято решение поменять эту сеть Всего мы на этом участке меняем 430 метров тепловой сети по каналу Трасса здесь будет закончена в железе, как мы говорим, в физических объемах К концу августа, где-то числа 10 сентября Мы должны за собой восстановить все благоустройство и уйти с этого объекта Через эту трассу получает тепло 26 жилых дома, 2 соцучреждения И еще эта трасса у нас используется как резервная перемычка В случае каких-то нештатных ситуаций мы сможем переключать по этой теплотрассе потребителей первой магистрали Т-4 В металлургическом районе на улице Столиваров ремонт масштабнее Обновят почти 800 метров сетей Здесь внедрят современные технологии Диспетчер сможет оперативно получать полную информацию о возможных проблемах Аварийная бригада – определять участок с точностью до 1 метра Под изоляцией проложен контрольный проводник При намокании происходит изменение изоляции, изменение сопротивления И в дальнейшем переносным терминалом определяется место утечки с точностью до 1 метра Это позволит минимизировать нарушение благоустройства при устранении возможных аварийных ситуаций А также сократить время на определение утечек Таких систем не применялось, это применяется в последние годы С прошлого года мы начали прокладывать по именно фондовским объектам такого рода трубу, оборудованную данной системой Горячая вода отсюда поступает в сотню домов Нагрузка серьезная, трубы давно износились Жителям периодически приходилось сидеть с холодной водой и остывшими батареями Здесь достаточно большая протяженность и этот ремонт он необходим для жителей северной зоны металлургического района После этого капитального ремонта здесь точно будет обеспечено бесперебойное и надежное теплоснабжение Горячее водоснабжение и не будет отключения большими контурами В принципе по городу сейчас идет масштабный ремонт тепловых сетей И мы видим, мы побывали на улице Болейка сейчас в Калининском районе, сейчас мы в металлургическом районе Большое количество внутриквартальных разводящих сетей меньшего диаметра ремонтируется В общей сложности в городе планируется отремонтировать до начала отопительного сезона порядка 20 километров тепловых сетей На общую сумму более 2 миллиардов рублей Большой капитальный ремонт, который как раз позволяет обеспечить бесперебойность и надежность теплоснабжения в зимний период Обновленные коммуникации должны обеспечить бесперебойное поступление тепла жителям Этот участок не единственный на ЧМЗ, которому необходим капитальный ремонт Поступает огромное количество обращений от наших жителей, которые недовольны текущей ситуацией У нас очень большое количество отключений в зимний период И конечно мы очень рады, что при поддержке нашего губернатора, главы города Сейчас у нас проводится такая работа, очень серьезный Объем был запланирован на прошлый год, эти работы были проведены И конечно мы очень рады и депутатский корпус, и жители нашего района, что в этом году эта работа продолжается Еще много очень проблемных мест, потому что на протяжении нескольких десятилетий данный вопрос не решался И конечно эти сети пришли в негодность Еще у нас очень большое количество адресов, где требуются работы по капитальному ремонту тепловых сетей Но мы понимаем, что за один год все это не сделать, и мы очень рады, что эта работа проводится И мы движемся все вместе в правильном направлении Затянувшаяся непогода, конечно, внесла коррективы Специалистам понадобилось время на просушку траншей Серьезных отставаний от графика не обещают Работы планируют сдать в срок Например, на этом участке на 40-летие Победы Здесь проводится реконструкция теплотрассы диаметром 700 мм протяженностью 420 метров Работы проводятся планово В 2022 году мы выполнили реконструкцию смежного участка Вот в этом году выполняем текущую реконструкцию Трасса построена в 1984 году И с тех пор здесь работ не выполнялось Но при этом за последние 10 лет были устранены 6 повреждений Скажем так, внепланового характера Мы, в принципе, всегда работаем в черте города И всегда наши работы усложнены тем, что мы выполняем реконструкцию со смежными коммуникациями Сейчас в данном случае проходили ливневые дожди То есть тоже определенные коррективы свои внесли Ну а в целом, конечно, реконструкция, скажем так, носит в данном случае плановый характер И выполняется по разработанному проекту Поэтому мы, в принципе, были подготовлены к выполнению работы От данной тепловой сети запитано 128 учреждений Это 17 нежилых помещений, 99 МКД и 17 социально значимых учреждений Соответственно, реконструкция данного участка позволит, естественно, повысить надежность И качество теплоснабжения указанных объектов Важно, что после всех коммунальных раскопок будет восстановлено благоустройство Не просто закатают асфальтом, а еще отчитаются за каждое спиленное дерево И даже заплатят за него На этом участке у нас уже идут работы по восстановлению благоустройства, начала работ Поэтому здесь уже осталось именно только выполнить финальные работы То есть это восстановление асфальтобетонного покрытия Это восстановление бордюров, газонов То есть все, что было до нарушения благоустройства До того, как мы зашли, скажем так, на объект Все восстанавливается в прежнем виде, только, естественно, уже из новых материалов Реконструкции практически никогда не обходятся без сноса зеленых насаждений Это, скажем, вынужденная мера Но при этом хочется отметить, что все сносы зеленых насаждений мы согласовываем И, естественно, оплачиваем компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений Этот участок не исключение Вы даже можете видеть, что здесь выполнена вырубка зеленых насаждений Но, повторюсь еще раз, это вынужденная мера И обеспечить жителей теплом бесперебойным для нас довольно важная история Если интересно, то на данном участке мы компенсировали порядка 2 миллионов 300 тысяч рублей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!